СКОПЛЕНИЕ ГАЛАКТИК Демонстрируя вам данные изображения, я надеюсь, вы быстро поймете, что скопление галактик – это прекрасное явление. Более того, я думаю, что скопление галактик загадочное, удивительное и полезное, как самые большие лаборатории во Вселенной. Подобно лабораториям, описание скоплений галактик – это описание экспериментов, которые можно с ними проводить. Думаю, существует четыре основных разновидностей. И первая разновидность, которую я хочу описать, – это исследование очень большого скопления галактик. Насколько большого, спросите вы? Вот изображение конкретного скопления галактик. Оно настолько огромное, что свет, проходящий через него, искривляется и искажается из-за огромного притяжения этого скопления. В самом деле, если присмотреться, можно увидеть кольца внутри этого скопления. Теперь, чтобы не быть голословным, скажу, данное скопление галактик состоит из более миллиона миллиардов Солнц. Просто ошеломляюще, насколько громадными могут быть эти системы. Но кроме массы, у них есть дополнительная особенность. Это, по сути, изолированные системы. Поэтому, если мы захотим, мы можем представить их как уменьшенный вариант Вселенной. И если мы задумаемся о чем-то, касающемся Вселенной в больших масштабах, например, как действуют притяжения, ответы мы сможем найти в процессе изучения этих систем. Мы говорили об очень больших скоплениях. Вторая разновидность – это очень горячие скопления. Если мы возьмем изображение скопления галактик и полностью уберем свет звезд, все, что останется, это вот такой большой голубой сгусток. Это не их настоящий цвет. На самом деле, это рентгентовское излучение, которое мы видим. Возникает вопрос, если не галактики, то что излучает свет? Его излучает горячий газ с температурой миллион градусов, который, по сути, является плазмой. Причина такой высокой температуры находится в предыдущем слайде. Чрезмерное притяжение данных систем ускоряет частицы газа до невероятной скорости. А как мы знаем, большая скорость предполагает высокую температуру. В этом и заключается основная идея. Но наука – всего лишь черновик. У этой плазмы много основных свойств, которые все еще сбивают нас с толку. А задачи и заставляют нас думать о физических законах очень горячих скоплений галактик. Третья разновидность – очень маленькие скопления. Чтобы объяснить это, нужно сообщить вам факт, который вас взволнует. Большая часть вселенской материи состоит не из атома. Вам лгали? Большая ее часть состоит из чрезвычайно загадочного вещества, которое мы называем темной материей. Темная материя не любит взаимодействовать никак иначе, кроме какому еще притяжению. И мы, конечно, хотели бы узнать об этом больше, но это более необъяснимая вещь. В частицах вы, вероятно, хотите знать, что происходит во время столкновения объектов друг с другом. И темная материя не исключение. И как же мы сделаем это? Чтобы ответить на этот вопрос, я должен задать другой. Что происходит, когда сталкиваются скопления галактик? Посмотрите на изображение. Поскольку скопления галактик представляют собой пласты вселенной и уменьшенные версии. Они в основном состоят из темной материи. Вы видите это на голубовато-фиолетовой части изображения. В частях красного цвета находится горячий газ. И также, вы, конечно, видите, множество галактик. Произошло ускорение частиц в огромном масштабе. И это очень важно, так как это значит, что невероятно маленький эффект, который трудно обнаружить в лаборатории, может усугубиться так, что мы вполне сможем наблюдать это в природе. Это очень забавно. Причина, по которой скопления галактик могут рассказать нам что-то о темной материи, причина, по которой они могут объяснить нам физические явления в малых масштабах, кроется в том, что они необычайно велики. Четвертая разновидность. Это странные физические процессы. Конечно, то, что я говорил до этого момента, довольно безумно, но это более необъяснимая вещь. Это темная энергия. Если я подброшу мяч в воздух, я буду думать, что он поднимается вверх. Но я никак не ожидаю, что он будет подниматься вверх с постоянно возрастающей скоростью. Точно так же космологи постигают процесс расширения Вселенной. Они не понимают, почему она расширяется с постоянно возрастающей скоростью. Они полагают, что причиной ускоренного расширения является так называемая темная энергия. И, конечно же, мы хотели бы больше узнать о ней. Возникает вопрос, как темная энергия влияет на Вселенную в больших масштабах. В зависимости от того, насколько она устойчива, ее структура формируется быстрее или медленнее. Проблема крупномасштабной структуры Вселенной заключается в ее чрезвычайной сложности. Вы видите компьютерную модель, которую нам нужно упростить. Мне нравится размышлять об этом, используя аналогию. И если я хочу понять, как затонул Титаник, важно будет не смоделировать положение каждой части, отделившейся от корабля. Важно проследить за двумя наиболее крупными частями. Таким же образом, я многое могу узнать о Вселенной в больших масштабах. Нужно следить за ее крупнейшими частями, которые и есть скопление галактик. По мере того, как я заканчиваю свое выступление, вы чувствуете себя немного обманутыми, начиная говорить о пользе скоплений галактик, и приводя доказательства в пользу этого, я не объяснил, в чем же их настоящая польза. Чтобы в этом разобраться, я хочу процитировать слова Генри Форда. Когда его спросили об автомобилях, он сказал, «Если бы я спросил людей, чего они хотят, то они сказали бы лошадей, которые развивают большую скорость». Сегодня мы, как общество, сталкиваемся со многими сложными проблемами, решения которых не всегда ясны и очевидны. Мы говорим не о быстрых лошадях. Тема нашего разговора требует невероятной научной изобретательности. Поэтому, разумеется, мы должны сосредоточиться и сконцентрироваться, но нам также следует помнить о том, что новаторство, изобретательность и вдохновение приходит, когда мы расширяем поле зрения, делаем шаг назад и уменьшаем масштаб. И я не могу придумать лучшего способа разрешения данного вопроса, чем изучение нашей Вселенной. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...